До Нового года осталось всего два дня. Самое время задуматься над тем, где и как приобрести главное украшение праздника – новогоднюю елочку. Наши корреспонденты Анна Монастыренко и Георгий Калинин узнали, какая ель лучше – живая или искусственная, и по каким параметрам необходимо выбирать зимнюю красавицу. Для тех, кто не представляет Новый год без аромата хвойного леса, стоит приобретать, конечно же, живую елочку. Важно из огромного количества зеленых красавиц выбрать не только красивую, но и свежую. Первый способ проверки свежести зимней красавицы – стукнуть елочку комлем, то есть нижней частью ствола по земле. Если посыпались иголочки, то тест елочка не прошла, и лучше выбрать другую. Еще один признак – у здорового дерева ствол в обхвате должен быть не менее 6 сантиметров. Хвоя у свежей ели должна быть ярко-зеленого цвета. Также стоит определиться с породой дерева – ели, сосна или пихта. В первую очередь нужно обращать внимание на цвет елки. Она должна быть зеленая, у нее не должно быть никаких повреждений, она должна пахнуть хорошо. Пихта – она более зеленая, красивая, имеет не такой хороший сильный запах, как елка и сосна, но зато она сохраняется дольше свежей. Елки имеют более сильный запах, но они стоят немного меньше сроком. Они начинают осыпаться, желтеть. В этом году цена за деревце начинается от 600 рублей. Покупать елочку желательно заранее, выбор больше. А вот перед самым праздником продавать будут то, что осталось. Вы уже купили елку к Новому году? Еще нет. Вы вообще какие предпочитаете? Живые или искусственные? Ну, жалко живые, но они продаются, поэтому мы живые покупаем. Все равно у меня внучка, она очень любит, когда пахнет. Они красивее. И в основном мы покупаем пихты. Хорошая альтернатива натуральной ели – искусственная новогодняя елка. Она долговечна, не потеряет свой вид к концу праздников и является выгодным вложением денег. Ведь потратиться на нее нужно единожды, а наряжать можно много лет. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».